здравствуйте сегодня 15 марта 23 часа 30 минут над моим селом со стороны россии только что пролетело несколько военных боевых самолетов и вот слышно как они летают над соседним селом которая входит состав нашей объединенной территориальной громады это село в сторону репок находится сейчас абсолютно безоблачное небо луна процентом на 80 уже освещается солнцем почти полный круг хорошо видны звезды облачности нет чистое небо и вот этот самолет который сейчас я слышу и он слышен диктофон который я на смартфоне включен включил он слышен сейчас где-то на расстоянии километров наверное 7 10 вот моего села я на окраине села живу я глазами сейчас пытаюсь увидеть пламя из сопел этого самолета не вижу тут деревья довольно высокие в соседних садах звук слышу но пока я был в доме пока я собирался выйти я думал что это одиночный пролет а оказалось что тут несколько самолетов пролетало вероятнее всего что они летели в сторону Чернигово бомбить ночная бомбежка сейчас на траве я смотрю вот блестят кристаллики льда потому что температура несколько градусов мороза в лучах луны видно как эти кристаллики блестят и есть небольшой мороз вот слышно сейчас хорошо как самолет летает это реактивный самолет типа истребителя или бомбардер бомбардировщика такого небольшого микки лесу вот эти паскуды пользуются моментом что украина не может перекрыть полностью воздушное пространство своей ракетной такой обороны продав против самолетов уражеских эти падлы летают из белорусских аэродромов и с российских аэродромов под границей с украиной сейчас громче стало слышно как летит самолет вот слышно как сова звуки издает песни поет сова брачные песни весной сегодня прекрасно пели птички утром когда я запись звука делал два аудио сообщения записывал солнечная днем погода была теплая до 8 градусов тепла птенки летали но я ходил в центр села в магазин и не записал видео с облетом пчел завтра надеюсь 16 числа уже такая вот погода будет более теплая чем сегодня и я это видео запишу с облетом пчел но сейчас такая ситуация во время войны эти облеты они не настолько важны вот потому что пчеловоды которые пчеловодством занимаются они все это прекрасно знают а для начинающих пчеловодов сейчас другие задачи более важны чем скажем заняться пчеловодством тут мои коты бегают по траве лапками шелестят вот черненький котик бежит кучка маленький сейчас я его на руки возьму чтобы он тут на холодной траве он убежал на холодной траве чтобы лапки у него не мерзли летают самолеты это с белорусской территории самолет полетел тут у меня расстояние от села до границы с белоруссию до границы с россией около 60 километров приблизительно одинаковая и вот эти вот взлетные полосы с белорусских аэродромов российские самолеты часто используют для взлетов и для полетов в сторону и чернигово и киева и житомира других городов на севере украины в центральной части украины и на суммы летают и на харьков падлы такие о увидел самолет как летел да значит сейчас наблюдал падение возможно это мере метеорит упал возможно так еще одна вспышка была это он хвостом развернулся и я увидел я подумал что это вспышка знаете когда метеориты падают по небу такая траектория значит черта такая вот пролетает и видно как он довольно быстро в атмосфере загорается сейчас я видел две вспышки вот я не уверен на сто процентов что это были метеориты вот мне кажется что это в одном случае самолет просто развернулся ко мне хвостом то есть он маневрирует здесь над лесом и я вспышку света его увидел сейчас глазами самолет на темном небо видеть трудно хорошо светит луна но все равно темновато хотя не черное небо абсолютно уже а вон вижу самолеты летят вижу летит самолет в сторону белоруссии вижу звездочка такая маленькая движется вижу заднее сопло вот летит самолет вижу движение в сторону белоруссии летит самолет я его наблюдаю звук идет от леса ближайшая часть леса до меня до моего дома дома метра 800 лет здесь огромный и он в белоруссию уходит и в россию это север черниговской области украины городнянский район и сейчас наблюдаю значит километров приблизительно 20-25 вот моего села самолет полетел в сторону белоруссии так что отбомбился паскуда полетел в чернигов вот эти вот вылеты самолетов которые я издом услышал они пролетели над моим селом полетели довольно быстро чернигов сбросили бомбы и падлы назад полетели на белорусский вижу вижу как еще включил паскуда красные приблизковые огни уже высота над лесом где-то сейчас расскажу где-то ну метров может быть 200-300 над лесом и он уйдя на низкую высоту включил приблизковые свои красные фонари и летит в сторону белоруссии на аэродром вот батька лукашенко паскуда ты придурок ты идиот сдал свою страну продал белоруссию этому карлику паскудному и самолеты с белорусских аэродромов взлетают и бомбят украину вижу самолет летит над значит направление это значит гораздо правее я сейчас стою правой рукой к границе с россией левой рукой в сторону чернигово и вижу как строго на север летит этот самолет красные проблесковые огни у него зажигаются вот и он на небольшой высоте над лесом летит но метров до 300 не больше то есть на низкой высоте он не рискует что его собьют и полетел на белорусский аэродром сволочь такая бомбы сбросил на чернигов людей поубивал дома разрушил церкви роддома школы детсады это так называемые военные объекты где украфашисты прячутся шопты сука сдохи и одно и второе бандиты гребаные летит самолет я до сих пор его вижу конечно слабее стало видно эти красные проблесковые огни но у хорошие несмотря на мой возраст 56 лет у меня зрение вдаль идеальная я на маленьком расстоянии книги уже не могу читать хрусталик нужно очень сильно искривлять и глаза устают нужно очки использовать или стекло увеличительно у меня такое стекло большое есть я его использую для защищение книг вдаль я прекрасно вижу вот сволочи так уже пальцы замерзли задубели мороз есть и пальцы замерзают так что белоруссия тоже участвует в этой войне необъявленной и предоставляет этому паскудному карлику бункерной крысе этой своей аэродромы для взлета российских самолетов я надеюсь что белорусские самолеты еще не летают на украину для бомбления чернигова житомира харькова сум но в данном случае на чернигов самолеты летали так притих этот самолет уже низко пошел над лесом и на белоруссии пошел садиться на аэродром слава украине слава защитникам украины слава героям украины и слава всем здравомыслящим людям во всем мире которые оказывают украине всяческую помощь чтобы мы победили этих врагов паскудных этих орков этих фашистов русских фашистов которые черной чумой напали на свободную независимую украину желаю вам 100 лет жизни здоровья удачи вам во всем всего вам хорошего до свидания и до следующих выпусков моих сообщений проигрыш паскудных паскудных паскудных